всем привет меня зовут александр гончаров это подкаст беседы на диване для тех кто только подключился это мой личный подкаст а я кстати с с ведущей сооснователь проекта ю веб-дизайн сведущий подкаста суровый веб вместе с никитой его делаем вот и беседы на диване я еще в 2015 году начал как свой личный подкаст чтобы там изредка говорить чё накипело и я каждый раз начинаю этот подкаст с того что постоянством он не очень отличается вот я сейчас просто смотрю даже прикольно я не делал такую так сказать аналитику не вникал два выпуска было в пятнадцатом году три выпуска в шестнадцатом два в семнадцатом 2018 было ноль вот хочется как как в как в тот раз я я специально переслушал предыдущий выпуск для того чтобы примерно во первых чтобы понимать как не надо делать потому что судя по всему из-за того что я так сделал как раз такой большой перерыв был но это шутка конечно но тем не менее вот и просто я хотел быть в контексте вообще от чё я рассказывал в прошлый раз чтобы эти выпуски если кто-то их будет слушать несколько штук подряд вдруг будут такие фрики которые захотят это слушать несколько штук подряд хотя на самом деле я призываю очень видно в принципе моё настроение я вот сейчас если запустить выпуски 2015 года вообще слушать невозможность я там кто грустный такой весь какой-то не такой поэтому это конечно видна моя так сказать эволюция как минимум в подаче как минимум там в оборудовании или в чем-то еще поэтому да всех кто знает что это за подкаст приветствую снова всех кто не в курсе просто приветствую здесь я рассказываю про то что происходит у меня в жизни в том числе про проекта и веб-дизайна в это games которые тоже происходят у меня в жизни как нетрудно догадаться и занимают такую достаточно большую часть моей жизни вот поэтому про них тоже естественно будут вот в прошлый раз я записывал на петлю в этот раз я все-таки опять записываю на хороший конденсатор на наш студийный микрофон для того чтобы звук был примерно как в суровом вебе что вы привыкли меня слышать в таком антураже в таком в таком вы меня везде собственно и слышали вот вроде вроде все сказал здесь да здесь про жизнь про то про мое мнение относительно всякого то есть у меня были выпуски где про политику говорил где-то про музыку про фильмы и так далее вот я если честно я сегодня вообще не хотел говорить ничего про политику вот я смотрю сейчас у меня в apple заметках верстка так сказать сегодняшнего выпуска то есть то о чем я сейчас буду говорить и здесь нет ни одной темы про политику вообще вот но эту верстку я ее вчера переподготовил то есть я вчера еще раз пробежался по всем вообще за заметкам которые у меня здесь были за получается за почти почти полтора года не было выпуска вот за полтора года их несколько раз пытался его записать но не пытался пытался подумать о чем записать и у меня сохранилось в этих заметках несколько поползновений так сказать несколько попыток написать что будет в восьмом выпуске вот я их все собрал актуализировал там какие-то темки выбросил пошли даже не помню о чем этом хотел рассказать какие-то добавил вот про политику ничего не было но сегодня ушел на султан назарбаев освободил себя так сказать от должности ушел в отставка президент казахстана кто не знал вот он 30 лет на секундочку был президентом казахстана то есть ну там самых-самых незапамятных времен 30 лет это сколько вообще назад но это получается с с развалов советского союза типа того вот поэтому это как-то даже странно ну то есть очевидно что там это все наверное согласовывалось готовилась я я не то чтобы сторонник там какой-то дипломатии чего-то еще но очевидно что такое не решается так сказать с утра типа ой не сегодня не выспался надо может быть уйти в отставку может быть хватит все со всем этим вот не знаю собственно на этом мой комментарий в принципе практически заканчивается мне хочется если у нас есть по какие-то слушатели зрители из казахстана напишите сейчас в комментариях а этот кстати подкаст он выходит и в apple подкастах и на нашем youtube канале его дизайн просто я по многочисленным просьбам его в том числе туда тоже залил потому что у нас там есть так сказать наша база подписчиков и не все они слушают подкасты в аудио поэтому к этому выпуску я опять подмонтирую какой-нибудь видеоряд ну такой не отвлекающий там что что-нибудь с дорогой связаны поэтому может быть там наша последняя поездка в екатеринбург что-то такое я подмонтирую на gopro снимал просто к стеклу прикрепила и снимал из салона не с улицы а салона лучше на улице вдруг отвалится улетит куда-нибудь в сугроб и не найдешь ее а так хоть для подкаста собственно есть какой-то видеоряд так вот не знаю как прокомментировать если есть кто из казахстана напишите вообще насколько это витало так сказать в воздухе что теперь вообще у вас будет ну то есть 30 лет страна была под одной под одним управлением и вообще никак по другой то есть многие люди родились уже так сказать сознанием кто такой нурсултан абишевич и как бы ну да интересно вообще чаще с люди думают кто теперь кто после него там может быть дети из нас семья там или как и вообще почему он вошел в отставку то есть он там но приболел или просто много лет или как вообще это происходит мне кажется ну то есть не знаю интересно поэтому да все на этом про политику в этом выпуске все все таки все потому что ну я ничего отдельно не планировал просто интересно хотя у нас сегодня еще наш губернатор челябинской области вот ставку ушел но это то уж я уверен еще более запланированная хрень то есть у нас уже не уже неделю примерно об этом говорили вот поэтому тут как бы можно только наблюдать не то чтобы там это радоваться или там наоборот не радоваться это наверное это все опять же такое так сказать просто за запланированный ход событий так вот я одной из первых тем я всегда здесь рассказываю о судьбе проектов и веб-дизайна vd games вот ну как бы судьбу судьбу проектов я думаю вы и так знаете исходя из того что вы там на нас подписаны слушаете смотрите и так далее вот я здесь скорее о каких-то behind the scenes что называется я посмотрел послушал точнее предыдущий выпуск что я вообще там говорю на каком моменте развития мы были и так далее вот но тезисно попробую пройтись если вдруг как бы вам в том числе интересно хотя опять же я в этом подкасте вообще в принципе по определению говорю то о чем интересно мне потому что мне об этом интересно я об этом ну как бы хочется верить что с искоркой какой-то говорю ли там нос с желанием по крайней мере вы это слышите заряжаетесь моей энергетикой и все классно если я буду говорить о том что мне вообще максимально не нравится скучно и так далее например там про развитие аниме отраслили что там какой-то еще еще какой-нибудь малозначимый для меня бред то будет скучно тухло будет слышно просто что мне это не нравится и и да поэтому рассказываю про ее design of the games короче говоря происходит у нас там все сейчас более менее регулярно то есть мы правда стараемся каждую неделю что-то делать да у нас в этом году из-за в том числе из-за моей рабочей загрузки вылетело несколько выпусков и несколько стримов хотя стримов вылетело меньше потому что объективно мы пишем подкаст по вторникам и у нас соответственно на работе у меня вторник это еще как бы типа начала недели еще ты такой прям супер запрягаешь все а четверг когда у нас стримы уже как бы все идет на спад уже основной функционал какой-то впилин уже какие-то баги правятся там и так далее то есть это в общем то уже менее так сказать напряжно поэтому стримы стримов прошло больше чем подкастов но и опять же к подкастам надо готовиться то есть я уже в каком-то здесь из выпусков кажется бесед на диване я рассказывал о том что еще подказ записать это не пикник то есть там ну как бы к нему нужно готовиться целый день потом его монтировать там долго везде выкладывать а стрим его просто подошел поджег он автоматически залился на ютюбе остался и все минимум действий два часа только так сказать отторобахал и все а с подкастом это как бы ну 20 часов чистого времени на на все про все которые размазаны по всей неделе поэтому да подкасты несколько раз не выходили но это это так сказать на нашей совести мы это отлично понимаем стараемся делать это все максимально регулярно вот на этой неделе у нас не будет сурового веба но я решил записать беседы на диване во-первых близится 200 выпуск как ну то есть наш юбилейный так сказать выпуск которому меня очень сильно просили записать очередные беседы на диване но я честно все эти полтора года которые я их не писал я честно их хотел записать то есть это просто как-то вот все как-то все не то все не так много рабочих моментов каких-то ну и других моментов о которых я тоже еще сегодня расскажу потому что потому что я как раз и собирался про это рассказать так вот как я уже сказал мы готовимся к 200 выпуску и кроме того что там вообще вау 200 там ура шампанское открываем и так далее во первых блин ну реально давно здесь сидим то есть есть некоторые подкасты которые начинались вместе с нами но они там не дожили даже до 80 выпуска потому что ну по какой-то причине запал пропал там как-то это не постоянно все было может быть там ведущие разругались не знаю не готов вам ответить просто вот ну это факт то есть до 200 выпуска это не все доживают я конечно не говорю там про радио ти который уже за 500 перевалил это реально наши мастодонты так сказать из мира подкастинга всем нам бы на них равняться и так далее но вот да то есть тут готовится целый ряд мероприятий мы хотим может быть какой-то 200 подкаст может быть вывести в прямой эфир посмотрим как бы я мы еще обсуждаем так сказать с не кита технические возможности этого момента может быть мы лица свои в 200 добавим заодно протестируем такой формат насколько это вообще интересно адекватно и так далее то есть может быть веб-камеры выведем и как-то это подмонтируем к основному подкасту кончу голок или я не знаю пока и правде за как это будет выглядеть то есть мы уже это обсуждаем может быть мы ближе к 200 это и попробуем сделать если очевидно это не будет экспромт это будет с подготовкой будет нормально вот поэтому может быть еще там пара мероприятий будет которые я пока оставлю в секрете просто как минимум потому что здесь два момента первый чтобы был сюрприз то есть реально не ну они такие прикольные интересные почему бы это не сделать формате сюрприза а второе вдруг что-то не получится а мы как бы уже пообещали получится вот фу скатились отписка сказали что сделают и не сделали вот чтобы вот не было отписки и скатилось и скатились есть будет еще пара мероприятий которые скорее всего будут и если они будут то они будут в формате сюрпризов это это круто стримы стримы соответственно он и становится чаще я иногда личные стримы устраиваю на vd games то есть из-за того что сейчас так сказать рабочий будни немножечко не так сильно берут за яйца есть время поиграть в игры на я в первую очередь все мои личные стримы игр это просто я сам играю кроме вот этих личных стримов я не играю на компьютере то есть происходит реально там разу раз или два в неделю поэтому мне как бы все равно какая-то разгрузка для мозга нужна но еще я считаю уже своим долгом как подкастера и стримера это стримануть во-первых без стримов уже не вставляет честно скажу уже уже скучно уже хочется с чатом как-то пообщаться хочется что-то сказать как-то себя показать что называется просто так сидеть играть это уже какой-то прошлый век что называется поэтому такие дела потом что касается непосредственно ювеб дизайна у нас готовится наконец-то уже ну как бы реально я и до этого говорил и все может быть кто-то сейчас там поржет в комментариях ну реально я давно говорил у нас реально теперь готовится редизайн редизайн вот и в этот раз это будет ну то есть это будет не просто темка для wordpress а как как это было там в какие-то из разов ну то есть очевидно что сам сайт пока останется на wordpress и вышел там там ну как-то много данных там база данных весит 8 гигов там сам сайт весит там еще 17 гигов или сколько-то еще тут ну потому что там весь наш подкаст хостится это там это реально гигабайты и так далее то есть там но небольшая работа проделана вот пока пока бэк будет стопудов wordpress ски а фронт я думаю уже на view написать и просто с именно с vp rest api общаться по опишке посмотрим что из этого получится во первых это будет нормальный такой момент для что называется для открытого портфолио ну то есть то что я делаю сейчас на работе я не могу показывать по причине соглашения не разглашение вот а хочется как-то все равно свой скилл показать чтобы там ну как ну вы понимаете меня да чисто люби все дела то есть хочется показать что это не хрен с горы не хрен собачий и даже опять же не не так чтобы прямо типа вывалить просто там на стол сказать увидели какое меня нет я имею ввиду до реальным им я готов всегда к какой-то критике своей работали к чему бы не просто хочется обсудить если мне кто-то сможет каких-то парой там советов тройкой сказать служба там вот тут не очень а вот надо здесь делать так это там best practice вот почитать статью или что-то в таком духе я реально я просто пожму руку поблагодарю и скажу ребят спасибо то есть я как бы всегда хочется свой уровень увеличивать если наши зрители слушатели этот уровень помогут мне увеличить то что я адекватно понимаю что много из тех кто нас слушают вполне компетентнее меня в каких-то вопросах это нормально и я бы с удовольствием хотел эти компетенции так сказать впитать вот это приложение будет это будет не просто там блоговый сайт это будет проигрывать или там подкастов может быть прям на сайте смотреть это я мы очень хотим комьюнити ну как как мы мы я никита хочет чтобы был очень легкий доступ к подкасту чтобы каждый кто зашел на сайт не остался так сказать в стороне и кроме того что там перешли к нам на сайт потому что какую-то статью прикольно написали например еще их а и такое тоже в принципе когда-то будет так вот чтобы вы каждый мог быстро и легко безболезненно ознакомиться с подкастом узнать сразу все места где он есть максимально чтобы было просто и с точки зрения юзабилити с точки зрения x получить наш подкаст вот а я хочу комьюнити хочу что-то типа рэдита подобного комьюнити с темками комментариями там карма репутации что-то такое это все пока на стадии обсуждения и макетов то есть нам саша ефремов наш старый партнер с которым мы все это начинали весь его дизайн он нам помогает с дизайном соответственно он у нас на канале кстати говоря судьбе и веб-дизайн хочет записывать продолжить записывать свои ролики по иллюстратору подобие иллюстратору по работе с какими-то редакторами то есть в принципе он он все еще так сказать в лодке он все еще в теме поэтому саня если ты слушаешь привет тебе вот он нам поможет с дизайном и вот мы как бы мы хотим такой комьюнити тиросекту по сереже медицинского пара которого тоже часто в этом подкасте говорю то есть у него тоже то есть и те люди которые его смотрят и слушают у них уже собственные мемчики внутренние какие-то у них у них уже своя атмосфера вот я хочу чтобы у нас тоже была такая же своя атмосфера тем более что у нас в нашем телеграм-чатике кстати ну как все все ссылки как обычно есть в описании так вот в нашем телеграм-чатике собственно уже есть свои мемы там свои герои так далее хочется чтобы это было не только в закрытом телеграм-чатике чтобы это было так сказать наружу показано ну это правда это прикольно когда есть какой-то такой комьюнити у меня до сих пор есть как это такая не осуществившаяся тоска потом началу двухтысячных когда ну и там посередине двухтысячной когда хотелось там форум свой собственный там с репутацией все клай я тогда вообще на многих форумах залипал это это было прикольно мне на мне нравилось и может быть это все уже как бы ну какой-то ретроградский бред или что такое но мы по крайней мере попробуем что-то посмотрим это в это это реально в работе этого обсуждения и да вот потом хотел я статью написать на хаббр о подходе как в с помощью в джесса там в юг стори хранить данные по доступ к и пи ну короче вот такую тему как работать с api в в джессе как я работаю с и 5 в джессе опять же просто хочется показать так сказать как я работаю получить конструктивную критику хотя случае с хабром она не всегда как бы конструктивный но тем не менее хочется получить какую-то конструктивную критику и вообще это будет будет прям круто и и здорово хочу хочу такое написать реально вот в прошлом выпуске рассказывал о том что мы с его дизайном вышли на патреон не у нас там что-то было типа 70 долларов или там от 50 до 70 слушайте забыл точную цифру не хочу сейчас врать ну в общем до сотни и у нас там будет около там до 20 патронов или даже там там до 15 вот сейчас у нас уже 42 патрона 255 долларов в месяц получается уже уже больше за полтора года чутарик выросли вот и на самом деле на самом деле это круто то есть я благодарен каждому из наших патроновских подписчиков и собственно не патроновских подписчиков каждому из наших патронов вот тогда это так это так называется в мире патреона спасибо за то что нас поддерживаете просто еще раз хочу сказать что ну у нас там реально есть страница мы там предлагаем общие цели предлагаем личные награды исправно их выплачиваем что называется отдаем поэтому это тоже кстати интересный такой эксперимент и мне кажется что сейчас основной приход в казну и веб-дизайн он именно с патреона поэтому спасибо спасибо всем кто поддерживает я еще в прошлом выпуске рассказывал про email рассылку так смешно я я действительно уже вот три года наверное где-то пытаясь сделать и мою рассылку как-то именно опять же хрен бы с ней с регулярностью хоть бы как-то ее реализовать но почему-то мне каждый раз я с какими-то непреодолимыми сложностями сталкиваюсь в внутри wordpress и нашего сервера что почему-то то письмо никак-то не отправляется то какой-то mail.ru а страшно представить наш домен и web design.ru именно почтовый он хостится на mail.ru то mail.ru постоянно что-то блокирует короче какие-то странные вещи происходят вот ну реально такое ощущение что тупо не судьба это сделать меня вот но по-прежнему это в работе то есть мы собираем сейчас опять на mail.chimp группу целую для рассылок там 100 с лишним человек уже смешно даст тут 100 с лишним очень насколько это адекватно нас там было типа 1200 раньше на mail.chimp и мы это все потеряли за что долго не заходили в аккаунт что mail.chimp если вы слушаете чуваки вы 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 не классные это полный отстой то что у вас произошло вот и я попробую даже сейчас зайдите к нам на mail.chimp посмотреть сколько сейчас у нас там собралось людей вот я прям сейчас опять зашел именно на на наш старый аккаунт который именно его дизайн назывался и убить мне заново сказали что он закрытый пошел жопу козел вот я прям не готовы это вообще сейчас я зайду посмотрю сколько у нас в итоге там подписчиков мне казалось что около 100 вот но это как этот мало мне кажется все таки чуть-чуть больше тебя посмотрим да действительно 122 подписчика это это плохо это реально плохо с учетом того что у нас есть порядка тысячи юзеров сейчас на сайте зарегистрированном и я всем этим пользователям отправил уведомление типа чуваки подпишитесь на нашу рассылку там бла-бла-бла и вот и чё-то всего 120 подписчиков это как-то грустно ну неважно ладно 120 120 когда-нибудь моя рассылка возродится и тогда мы ее везде про нее расскажем и так далее сейчас сейчас они можно узнать только из сайта вот а на сайте тоже по посетителей не так много поэтому это конечно такое также я рассказывал про телеграм-каналы вот когда я рассказывал в прошлый раз то было что только 800 человек сейчас там 1700 даже не 700 500 по-моему сейчас там 1700 вот если быть точным 1768 вот но но опять же в самом лучшем время было 1900 когда я прям супер активно этим каналом занимался там по три поста в день было все под таймером все как надо вот потом не из-за сложности на работе не было времени этим заниматься сейчас спала до 1770 но я думаю что это будет дальше расти у меня есть желание там повкладываться туда посмотреть недавно тоже 900 рублей рекламу вложил именно в коммент сбор вот такой для комментариев который мы используем там внутри оплатил то ли 2000 показов то ли сколько-то и вообще просто ноль выхлопа абсолютно как в унитаз деньги смыл я причем кстати они мне говорили что я спрашивал ребят а можно статистику посмотреть по кликам хотя бы поскольку показов то уже произошло то есть но это реально так я неделю назад занес сколько интересно они говорят ну вот напиши как то еще чуть-чуть времени пройдет я им написал на следующий день или даже сразу же я им написал чтобы сразу спросить несколько ну да пару дней пройдет и мы тебе ну и напиши мы тебе пришлем вот надо написать я забыл как бы с тех пор вот да и телеграм-канал хочется развивать по сейчас как бы ну телега сейчас самое активное что вообще есть вот вконтакте уже в основном как бы умирает по сравнению с телеграмом но там тоже сейчас есть всякие алгоритмы типа промете и так далее в которых хотелось бы поучаствовать поэтому в принципе все варианты рассматриваем и и должно быть круто должно быть круто следите за новостями кстати да последнее о чем я хотел сказать то что мы тоже приурочивали приурочиваем к 200 выпуску мы с никиты на стримах на воды геймсовских мы собираем периодически деньги тоже кстати в общую копилку и веб-дизайну то есть у нас это все уходит на оборудование на что такое на самом деле 99 процентов уходит на оборудование там мы больше ни на чем мы особо эти деньги не тратим так вот в его в воды геймс мы собираем обычно на прохождение каких-то игр с какими-то усложнениями ну то есть мы там начали играть в gta 4 в которой мы собирались играть и собрали там какие-то символические деньги не помню сколько там тысяч 10 15 на то чтобы пройти на сто процентов вот и мы реально по собрали и прошли и так мы там сделали с несколькими играми последний раз мы собрали на stalker на очень сложным первого stalker решили поиграть вот сейчас закончим с последним дополнением к 4 gta и вот перейдем к stalker так вот сейчас мы на него собрали получается у нас ну как будто должна быть новая дана цель то есть новая цель для сборов и мы решили что собирать еще на одну игру которая будет после этого это будет как-то странно ну то есть серьезно это будет как-то бред бредовый поэтому это подписчики не могут это пощупать то есть собирать за на то что будет там через полгода или даже там может быть больше это не так интересно поэтому мы решили сделать такой момент давно нас все просили мы не мы делали несколько раз в плане каких-то тестов в плане каких-то пилотных запусков мы делали кулинарные стримы еще там нас в старой квартире в которой я жил это мясо какое-то я готовил там кофе пили что такое вот ну там у нас было еще пара стримов с улицы вот их тоже как бы очень любили но вот все говорили блин блин когда уже кулинарные стримы ну вот и мы решили что почему бы не подарить так сказать нашим подписчикам кулинарный стрим мы сейчас собираем 5 15 тысяч рублей на кулинарный стрим причем в отличие от stalker который мы когда собирали ну мы сразу сказали что мы на него сейчас соберем на играть мы в него будем когда закончим сейчас gta потому что ну на нее то мы тоже собрали то все по порядку для кулинарный стрим он будет сразу как только мы на него соберем вот следующим стримом будет кулинарный то есть моего ну просто это же не будет целая серия стримов это будет все-таки один стрим поэтому его в клинем так сказать сразу вот и у меня несколько раз уже спрашивали а какого хрена 15 тысяч зачем так дорого и я просто скажу то есть кулинарный стрим должного качества чтобы это было нормально красиво со звуком нормальным чтобы это было ну там камера стояла там на штативе чтобы это аккуратно все было нужно купить оборудование во первых нужно купить две петли потому что ну мы же не будем на конденсаторные студийные микрофоны записывать или там возьмем я не знаю один какой-нибудь шур sm58 вокальный который как как там называется микрофоны которые не конденсаторные не помню какие-то там еще активные микрофон ну короче не такой же мы будем микрофон по журналистам передавать друг другу там говорить и тогда это смешно нужно нацепить петли кроме этого от петель идут соответственно провода то есть звук как-то должен попасть на звуковую карту чтобы переходить в стрим так вот ходить с 5 метровыми удлинителями которые торчат где-то из нашего кармана и уходят к компьютеру потом в них запутываться все ронять и выключать стрим не хочется хочется купить чтобы это были вот эти базы которые по радиоволнам передают звук они до хрена стоят на самом деле один комплект мне кажется стоит 1010 ну то есть это причем без петли а мы собираем всего 15 хотя нам надо купить две базы две петли и еще мы купите держатель для штатива для gopro то есть если мы это будем снимать все именно на gopro это либо это будет держать для штатива он там стоит порядка двух тысяч рублей наверное ну опять же можно какой-нибудь наверно с алиэкспресса заказать китайский но как-то а зачем да то есть купим нормальный в конце концов у нас патроны там и так далее и тому подобное вот кроме этого на самом деле по уму надо было бы взять стадика то есть надо было бы взять именно вот эту хреновину с моторчиками которая держит gopro и стабилизатор такой который ты на палке так сказать держишь и снимаешь плавненько аккуратненько и так далее то есть вот так бы еще хотелось вот но это это вряд ли потому что опять же с gopro нужно как-то видео снимать и передавать на стрим то есть это делается с помощью карты захвата в карту захвата идет hdmi с gopro идет mini hdmi если это будет со стадикамом тоже в этих проводах надо будет не запутаться поэтому скорее всего просто камера будет стоять в какой-то позиции снимать большой объем так сказать про пространство ну потому что это же gopro она широко достаточно снимает поэтому да мы ее где-нибудь как и так поставим аккуратненько чтобы она и нас снимала чтобы все в кадр входило и она вот будет по hdmi уходить в карту захвата с карты захвата уже соответственно в стрим это еще хорошо что карта захвата у нас есть причем это никитина личная карта захвата она и принесет попробуем посмотрим это вообще на самом деле вот такой кулинарный стрим на кухне понятно что можно сделать просто с телефона и с одной петли передавать там ее друг другу это не хочется хочется уже делать нормальный какой-то контент во-первых самим приятно во вторых и вам так будет тоже приятней конце концов должны же вы видеть так сказать во что материализуются все ваши пожертвования и так далее еще раз подчеркну мы не живем с этих денег мы полностью все вкладываем в проект ну реально 99 процентов то есть ну там 98 может быть это все все это так или иначе вы видите то есть мы никите новый микрофон мы недавно купили блюети чтобы когда мы по skype подкаст писали чтобы у него тоже был достойный звук и здесь у нас полный комплект оборудования то есть в принципе бы и gopro мы кстати покупали с этих же денег и компьютер нам для стримов то есть тут как бы это все не проходит так сказать даром всем огромное спасибо вот надо съезжать как-то с темы и веб-дизайна в the games понятно что это как бы ну наверное одно из самых интересных и для вас в том числе потому что ну как бы не секрет что меня большинство людей именно по этим проектам и знают поэтому давайте все если есть какие-то вопросы пишите в комментариях я даю обещание так внимание опять же по сереже месяцу время дать обещание которое я не выполню я реально буду более регулярно это все записывать поэтому пишите в комментариях я вам отвечу не через год а отвечу пока этот вопрос соответственно будет хоть как-то актуален вот я кстати когда к этому подкасту готовился я прошерстил все комментарии к предыдущему выпуску на ютюбе и на сайте ну кстати у меня на сайте в описании точка ру поза прошлому выпуску еще что-то комментировали к прошлому же ничего не комментировали видимо понимали что скорее всего бы это ответ будет примерно никогда вот но я призываю вас комментировать везде то есть писать мне какую-то обратную связь во первых обратная связь помогает творить дальше делать это все вот а во вторых вам самим интереснее ну то есть это же реально интерактив это как в детстве я не помню какой это был год позвоните кузе была передача и вот ты звонишь если у тебя телефон подержи там тональный набор то ты телефоном прямо управляешь как-то там ездишь на вагонетке всякий такой бред это же интерактив это прикольно вот здесь тоже соответственно это будет интерактив будет прикольно поэтому пишите в комментариях и мы будем сейчас двигаться уже от вот этого блока его дизайна воды games уже дальше к более личным темам то есть и вообще их расположил от так скажем наименее личных до наиболее личных поэтому хотя может быть нет ну на мой взгляд даже не столько наиболее наименее личных сколько наименее интерес от наиболее интересных к наименее интересным к наим к наиболее субъективным то есть но объективно всем интересно будет узнать какие-то мои истории они просто прикольные а там где уже я буду рассуждать про музыку и вкусовщину это уже будет в конце потому что это 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 очень субъективно и как бы не может быть не всем будет интересно так что да давайте перейдем дальше так но давайте рассмотрим вообще чуть-чуть еще за эти полтора года произошло то есть нужно такими крупными мазками сейчас пройтись то есть во первых я купю квартиру новую то есть не без помощи родителей естественно с помощью жены то есть она меня поддерживала в этом все мы там ходили выбирали вот но в общем и в целом мы переехали с нашего там спального района моего любимого кстати вот но мы просто чисто из практических соображений мы переехали в центр поэтому теперь во первых я к никите поближе то есть уже это не так критично там эти ночные поездки и так далее во вторых просто поближе так сказать к цивилизации на данный момент удобнее будет здесь вот в том числе соответственно произошло увеличение жилплощади то есть во первых я жил в 30 квадратах но мы с женой жили а сейчас мы живем 60 то есть это была очень небольшая однушка как у нас в челябинске принято говорить полуторка я не знаю где нибудь еще кроме челябинска так говорят или нет но полуторка это типа не просто однушка а однушка там с кухни я хрен знает как это подразделялось если честно вообще до этого вот но как почему-то у нас все однокомнатные квартиры называют полуторками в челябинске вот в общем это была полуторка однокомнатная квартира а теперь это трешка ну то здесь полноценная прихожка зал кухня маленькая кладовка ну и две спальни считайте с ванной и туалетом то есть мы прихожка она такая достаточно но первых сразу квадратная заходишь квадрат квадратная прихожая ну и там коридор т-образно еще из нее идет чтобы и и все комнаты они естественно не вагончиком это это бетонная панелька это уже но не кирпичный лент проект там где именно вагончиком были три трешки а здесь уже это именно просто во все стороны так сказать комнаты вот поэтому да и удобно удобно очень планировка я вообще до этого момента я даже не знал что у нас в старых 97 сериях 80-х годов есть такие планировки это действительно круто это я я рад что мы нашли эту квартиру это кстати это спасибо жене она еще и дешево очень обошлась то есть это из-за того что здесь жила дама в годах она здесь жила с самого основания так сказать ну самого как этот дом появился в восьмидесятом году дом восьмидесятого года здесь ремонт все еще был именно вот стоковый то есть здесь линолеум стоковый лежал обои здесь тупо на бетон поклеены то есть без ты какие-то мне шпаклевки не штукатурки еще ничего просто тупо на бетон шлепнули обои на вот и полном ну где-то палентуса поменены были видимо там каких-то никаких не было там поменяли не знаю как на основе чего это сделано ну да вот и мы как бы плавненько заехали начали делать ремонт мы квартиру кстати купили ровно год назад то есть это был конец марта вот заехали туда уже что-то ближе к сентябрю восемнадцатого года то есть ну полгода наверное мы тут живем может быть меньше не знаю а может вот полгода да наверно где-то живем вот и соответственно делаем ремонтик потихоньку кухню уже почти доделали там осталось докупить посудомоечную машину вытяжку и сделать диодную ленту и прикрутить плинтуса то есть вот в общем то все следующее ну то есть а начали там вообще со спальни просто именно у нас со спальни был была небольшая загвоздочком и там решили сделать эпоксидный пол это как вам сказать это как есть такие 3d полы ты знаешь заходит знаете заходишь и какой-нибудь дельфинчик из из пола выпрыгивает такой типа 3d но мы естественно без без 3d без всяких рисунков просто белый глянцевый эпоксидный пол это примерно как как натяжной потолок так на полу заходишь так как бы зеркальный пол красивый такой уютный прикольный вот и под такой пол надо сделать идеальную стяжку то есть во первых в уровень во вторых ровная без бугров без холмов без каких-то там рыцин там царапин и так далее потому что эпоксидный пол когда заливаешь он полностью повторяет контуры полоса ответ спешен там тонкой 3 миллиметровой там пленкой практически такой заливается и все поэтому да с этим загвоздка в чем загвоздка дом стоит на горе поэтому перепад внутри каждой комнаты уровня примерно там 4 сантиметра около того там 5 иногда даже вот поэтому надо соответственно людей которые нормально смогут залить я задолбался за все это время искать людей которые адекватно заливают пол я причем я даже не знаю насколько я сейчас буду рассказывать про весь ремонт именно в этом подкасте ну потому что во первых при ремонт надо рассказывать отдельно то это очень комплексный момент и в за эти полгода которые мы здесь живем и полгода которые до этого мы здесь ремонтировались то есть очевидно что какие-то черновые работы мы делали еще когда не въехали я очень много опыта получил по поводу так сказать вообще вообще по поводу отделочных работ в целом и по поводу там работы с людьми строителями в частности потому что очевидно что я какие-то вещи я сделал сам то есть проводку и тут сам перетянул вот не всю как бы но там частями все розетки все выключатели перенес где-то алюминий на медь сменил на плиту вообще отдельный провод прямо от щитка провел там хороший 4 квадрата медь чтобы прям нагрузку держал я поставил хорошую плиту индукционную которая 7 киловатт в пределе жрет ну и соответственно еще под ней духовка которая три с половиной киловатта жрет тоже в пределе то есть в пределе весь этот блок духовка плюс варочная поверхность индукционная на отжирает 10 киловатт поэтому конечно надо было позаботиться о том чтобы хороший провод был отдельный на это заведен вот а старую проводку которая была алюминиевая на плиту еще заведена я ее всю развел на рабочие розетки на гарнитуре кухонном для того чтобы наверх что провод уже протянут чтобы его не использовать вот а во вторых я просто ну разграничивать теперь если старой квартире у меня там вы вылетала постоянно и фильтр сетевой вылетал и автомат вышибала в щитке когда я включал одновременно чайник тостер и микроволновку то здесь сейчас я могу и это включить и кофе смолоть параллельно мультиварку заправить и еще и плиту с духовкой одновременно включить в принципе да поэтому какие то вещи я сделал сам а вот от девочными работами мне банально некогда самому заниматься то есть моя работа так сказать мое время как работника программиста стоит намного дороже чем то сколько я бы сэкономил на том что я бы там сам штукатурил стены там потолок покрасил и так далее хотя на самом деле после работы с некоторыми людьми лучше бы я сделал сам ну как бы просто чихи чище и лучше бы получилось но это опять же да это тема об отдельном так сказать моменте в общем делаю потихоньку ремонт разбираемся тут со всеми покупками и так далее то есть это все естественно не быстро тем более это три комнаты несмотря на то что общая площадь не очень большая 60 квадратов да то есть там у кого-то там двушка 80 или там трешка 100 вот а здесь трешка 60 ну от этого как бы количество углов и стен а меньше сильно не становится то есть как бы по прежнему достаточно много поэтому в любом случае это но такое не очень дешевая получается удовольствие это удовольствие кстати ну то есть опять же кроме шуток мне нравится делать ремонт если ты интересно ты делаешь для себя ты можешь сделать вообще все что угодно и это как бы все вот это у изучать вообще чё сейчас есть чудо есть например но из из краткого у нас ни в одной комнате нет обоев и не будет то есть сейчас еще есть старые в тех комнатах где собственно еще не сделан ремонт но в новых мы нигде не делаем обои мы везде делаем именно декоративную штукатурку во первых потому что коты они любые обои превратят в дерьмо там за пензы за полгода вот и с декоративной штукатуркой они никак к ней не прикладываются для них это как будто бы бетонная стена вот а выглядит она очень классно достаточно экологичная ну то есть она на основе нормальных адекватных компонентов то есть там я не знаю цемент песок и все такое то есть обычная такая нормальная хреновина тем более но она естественно ну короче она не марка она она не пылит то есть она нанесена и она как покрытие достаточно такой классный плюс она моется и вообще интересно и выглядит мне мне сильно нравится есть у нас в спальне мы эту штукатурку валиком накатали то есть там она у нас такая матовая просто без каких-либо там я не знаю узоров или чего-то еще у меня жена не хотела чтобы спальне были какие-то раздражающие так сказать моменты вот а на кухне мы сделали именно кельмой нанесено то есть там с разводами такими они не навязчивые абсолютно то есть она не блестящая она именно как типа оленья кожа называется этот материал там итальянский и он прям очень круто выглядит то есть мне прям нравятся эти разводы они такие интересные и когда там одно бра например гали горит на стене эти все узорчики они же чуть-чуть объемные то есть она вы понимаете даже свое трогаете она как штукатурка вот она прям дает такие блики тени вообще здорово прям мне понравилось то как там получилось но собственно если мы на кулинарный стрим наконец соберем денег это будет как раз у меня на кухне можете посмотреть как это получилось я думаю что будет в принципе красиво и неплохо а вот ну то есть по про квартиру все потихонечку делаем ремонт кстати пишите опять же в комментариях если эта тема не интересно я ее ну как бы буду в меньшей степени за затрагивать если это реально интересно то я еще побольше расскажу интересных историй как мы и полы заливали как люди штукатуриваются как люди поклюют стены без за штукатуривания и тогда это правда это это прикольно как некоторые люди не грунтует стены просто водой проходится как бы но и и такое оказалось бывает но с полами конечно самая интересная история плюс скорее всего просто история с полом в спальне на еще не закончена то есть ее как бы рассказывать пока не интересно чтобы быть нету развязки саспенс как бы есть уже от развязки еще нету поэтому может быть именно с полами я отдельно еще расскажу когда там будет как это хорошая успешная развязка следующая тема которую хотел сказать это протестантские церкви вот так мне просто так было написано на самом деле я это еще два года назад хотел сказать почему два года назад хотел сказать потому что я жил там вот мы где жили на северо-западе там как раз была одна из протестантских церквей там я и я когда пешком ходил в перекресток вообще очень люблю сеть продуктовых магазинов перекресток моя любимая вот я именно там ходил в перекресток по дороге и там была эта церковь то есть там я прям видел я в дни иду и они там целыми фурами завозят туда библии какие-то такие штуки вот и выходные соответственно много машин там собираются тусовки что проводит и так далее вот я так или иначе я бы я часто где-то видел причем там где мы сейчас живем тоже такая неподалеку есть это в принципе такая момент не изжитых челябинске он ель за кстати как в других городах напишите есть то есть одну кто-то это называет сектами кто-то там чем-то еще то есть но по факту это просто протестантские церкви по американской модели в которой люди ходят там тусуют создают пожертвования как бы ощущают себя частью какой-то какой-то общины и так далее то есть там ну у людей там просто своя атмосфера но те которые это учреждают для них это очевидно что-то вроде бизнеса вот и я такое несколько раз челябинский видео каждый раз хожу каждый раз как-то даже не по себе причем у нас здесь их даже несколько ну то есть очевидно центр здесь в принципе всякого много вот здесь их несколько и они в том числе опять же в духе американских так сказать традиции проводят встречи по ну короче говоря там чуваки с разными зависимости приезжают туда там есть за насколько там это анонимные встречи ли не анонимные ниже все таки там на машинах своих приезжают как-то это все происходит я я мало вообще понимаю как это устроено опять же напишите в комментариях кто в теме просто я их вижу периодически у них счете символы типа рыбок таких на автомобилях вот я в принципе когда вот я прознал про всю эту тему я их стал замечать в городе много автомобилей с этими символами вот я кто блин неужели все эти люди в этой теме как как именно они к этому относятся ну правда просто такой не был небольшой моментик на одну-две минутки о том что вот я это каким-то образом увидел и чё там интересно делают ну то есть да я так так как бы примерно понимаю что там делают опять же вот но почему это вообще прижилось в челябинске какого хрена я кстати вот тут сейчас рождаются моменты которые хотелось рассказать именно не которые точнее о которых я не думал которые теперь захотелось рассказать я когда еще в институте учился в первом то есть в по первому образованию а мы практику проходили в одной компании крупная не буду называть так сказать чтобы не подставлять людей хотя может никого и не подставить неважно есть у нас крупная компания в челябинске которые занимаются внедрением 1с решений всяких бухгалтерия там предприятия торговли и так далее вот и там как раз таки начальство не саентологи я когда-то узнают какого хрена как вообще это может быть в челябинске где как бы саентологии где челябинске и оказывается даже такое бывает поэтому в принципе видимо эти американские так сказать все системы там не знаю секты не секты не 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 хочу никакой of offense так сказать никому причинить то есть просто но у нас принято к этому так относиться скептически так сказать поэтому вот я просто это я слышу что это так называют моей оценочной так сказать здесь характеристики никакой нет так ну о чем еще нужно сказать дальше у меня по верстке есть опять же такой большой блок то есть про церковь это сейчас я вот так миленько вбросил а дальше у меня опять же большой блок про смену работы вот есть я сейчас уже ушел из поликлиники когда мы разговаривали последний раз с вами а я это разговором называю когда когда в предыдущем подкасте в общем я рассказываю о том что я все еще работаю в поликлинике что у нас там всякие структурные изменения что нас там поглощают и так далее и тому подобное в общем в летом я уволился оттуда кажется в июле или в июне я точно не помню там кажется в июне в июне около 20 июня примерно оттуда уволился не знаю в трудовую трудовая книжка мне где-то далеко я не знаю какая там запись у меня в общем да где 20 июня я уволился туда вот причем по сокращению то есть у меня сократили мне пошли навстречу мне выплатили там несколько окладов и так далее у меня исключительно положительные впечатления остались от поликлиники несмотря на то То, что мне не удалось до конца внедрить то решение, которое я для них писал, потому что мы о нем договаривались с предыдущим руководством, с предыдущим главврачом, а ее вынудили уйти, и поэтому все вот это не получило продолжение. То есть программу я написал, а дальше ее надо было внедрять, допиливать всякие отчеты, деплоить по-человечески, опишку и так далее. Но это все надо было в то же время, и это было оговорено с предыдущим руководством, что на это я потрачу еще отдельное время, и мне за это будут дополнительно там опять докидывать денег и так далее. Когда я к текущему руководству уже с этим пришел, они сказали, что им это просто не надо, что они не планируют это дальше развивать. Причем, опять же, забегая назад, когда этой зимой я там что-то где-то шел, мне в общем звонили оттуда из поликлиники, ну то есть уже из больницы, их же там совместили, куда деваться. Вот, и меня спрашивали вообще, куда я это задеплоил, как на виртуалку попасть, что там, где там, кого там. Вот, я не поленился, я в принципе не очень плохой человек, да, я не поленился. Нашел пароли, явки, все им отдал, сказал, все, вот, ребят, пользуйтесь, берите. С тех пор меня никто не беспокоил. Они хотели сами это допиливать. Нет, несмотря на то, что там люди вообще не знают, что такое JavaScript, то есть, ну кто-то там что-то в курсе, ну, камон, ребята, то есть там, я не то чтобы Rocket Science какой-то написал, хотя, в принципе, достаточно неплохое приложение получилось, но вот в этом разбираться, это, ну, не тот уровень. Я, честно говоря, не уверен, что что-то у них получилось, но, опять же, вот сейчас я с вами... Вы простите. Сейчас я с вами разговариваю, кстати, время-то у меня уже полвторого ночи. По старой привычке нашей с Никитой записываю в ночь. Так вот, я даже теперь с вами разговариваю, мне захотелось написать и узнать у ребят вообще, как, как там продвигается, сделали, что-то не сделали. Ну, как бы контакты-то остались, опять же, с тем отделом, который там работает, поэтому интересно, куда у них это зашло, вот, надо будет узнать, соответственно. Так вот, я после этого начал искать работу, долго ходил по собеседованиям, искал, так сказать, лучших условий для себя, и вот в... Получается, в конце сентября я вышел на ту работу, на которой сейчас нахожусь, и по сей день, так сказать, вот. И, получается, я где-то в июне я уволился, в июле мне... Мне в июне выплатили два оклада вперед, соответственно, за июнь и июль. И в августе, то есть, какого-то там 22 июля я пришел, написал заявление о том, что мне нужен третий оклад, что я все еще не нашел работу. Мне типа за август заплатили, и вот в конце сентября я уже устроился на новую работу. То есть, в принципе, как бы я сильно долго я лапу не сидел, не сосал, хотя на самом деле я бы хотел, конечно, и раньше устроиться, но я как-то пытался найти более лучшие условия, там проходил собеседование, где-то не удавалось, где-то мне надо было там подождать, пока мне ответят, пока я там ждал, у меня там какие-то предложения срывались. То есть, это, ну, такое-то достаточно интересное, на самом деле, тоже был момент. Мне понравилось искать работу, то есть, ты как бы держишь себя в тонусе, понимаешь вообще, что ты стоишь на рынке и так далее. Это прикольный такой момент был. Вот. И да, то есть, где-то в конце сентября, числа 20-21, я вышел на эту работу, где сейчас нахожусь. Это компания Skillery. И мы, опять же, ну, как бы чтобы не нарушать никаких NDA, которые я подписывал, в общем, мы занимаемся корпоративным обучением, обучением коммуникативным навыкам. То есть, ну, там на сайте Skillery.ru, в принципе, можно посмотреть, какие компании там у нас с нами работают, чем мы занимаемся и так далее. В общем, корпоративное обучение. И я здесь сейчас занимаюсь фронт-эндом. То есть, я поступал, на самом деле, сюда именно как фулл-стэк разработчик. Вот. Но с тех пор я, как бы, больше ушел во фронт. Хотя, в принципе, мы здесь в команде, так сказать, нормально так коммуницируем и обмениваемся, так сказать, опытом. Ну, все как везде. Короче говоря, я здесь фронтом на Vue.js занимаюсь. И за те полгода, которые я здесь работаю, я, ну, я очень, опять же, я не то чтобы там себя рекламирую или что-то, еще просто рассказываю о своих ощущениях. Я достаточно сильно вырос и в области, опять же, коммуникативных навыков, что называется. То есть, в принципе, в команде работа, она здесь другая, интересная. Да, работа, кстати, удаленная. Это московская компания. Вот. И мы интересные какие-то структурные приложения делаем. Мне искренне нравится работа, которой я здесь занимаюсь. Вот. Я прокачиваю какие-то навыки. У меня здесь получается, в принципе, развиваться и дальше. То есть, как бы, никаких ограничений нету. Типа там по стеку или почему-то еще. Нужно просто, ну, как бы, решать задачи и все. А дальше можно пробовать уже как угодно и что угодно. Поэтому у меня, опять же, назревает, назревает какой-то курс по Vue.js. Тем более, тут сейчас скоро будет третий Vue.js выходить. Как-то, может быть. Мне кажется, что я даже какую-то часть этого курса, а может быть, даже и весь, ну, какой-то начальный, базовый, запишу по второму Vue.js. Потому что, ну, мне кажется, это вскоре произойдет. То есть, как-то я даже вот, ну, набирается у меня материал, какая-то, опять же, верстка. То есть, как это будет выглядеть, что, кого и как. И я думаю, это оформится уже в какой-то, в какой-то конечный контент. Это будет интересно и здорово. Вот. Поэтому пока здесь, пока здесь. Уходить, что называется, не планируя. И сейчас даже становится чуть-чуть попроще, посвободнее. То есть, у нас там были важные моменты, так сказать. И сейчас должно быть более спокойно. Хотя, опять же, кто его знает, поэтому загадывать не берусь. Но мне кажется, что вот как бы сейчас я прошел вот эти первые полгода, они же всегда самые сложные на новой работе. И ты как бы дальше уже притираешься, и уже все становится более-менее спокойно. Поэтому я думаю, что сейчас и график вот этих личных подкастов будет поспокойнее. И с суровым вебом не будет никаких изменений. То есть, я думаю, как-то все будет поспокойнее. Вот. Следующая тема у меня стоит про заправки. Мы просто недавно здесь ехали из Екатеринбурга. Ну, ездили просто сменить обстановку, что называется, так, на денечек с ночевкой. Ну, во-первых, мы в Икею заехали. Как это известно, у нас в Челябинске нет Икеи до сих пор. Вот. И несмотря на то, что у нас есть очень много здесь бизнесов у людей по подвозу, так сказать, всего из Икеи. То есть, реально, они там по нескольку раз в неделю ездят туда и привозят все, что заказали. Простите, еще раз. Привозят все, что люди заказали из Екатеринбурга. Иногда хочется съездить самому, пощупать, посмотреть, потрогать. Потом уже можно и доставку заказать, что называется. Все, что с собой, так сказать, не увез, можно уже довести доставку. Просто, ну, иногда надо пощупать, там, посмотреть и так далее. Так вот, тема про заправки. Вот. И меня всегда изумляет. То есть, вот мы, когда были в Штатах с ребятами, мы всегда, мы жили около заправки. То есть, не в смысле, что мы на трассе где-то жили, а именно городской заправки, которая как бы тоже вдоль крупной дороги такой была. И заправки отличаются от всех магазинов тем, что они работают круглосуточно. Вот. И, соответственно, там круглосуточно можно купить какой-нибудь джанк-фуд. То есть, какие-нибудь бургеры, какой-то бред. Ну, там, причем там замороженные бургеры, которые непонятно вообще из чего. Из пластилина, наверное, сделаны, потому что по вкусу они тоже достаточно скверные были. Вот. Но в любом случае, если вдруг каким-то образом там чего-то не оказалось, какой-то еды, всегда можно ночью до туда дойти, купить какой-нибудь гадости, поесть и, в принципе, с голоду не умереть. То есть, заправочная культура, она везде особая. И вот в Америке заправки – это вот такое место, которое, ну, это прям последнее. То есть, я помню даже в какой-то серии «Теории большого взрыва» там было, что то ли Шелдону предлагали сходить на заправку, то ли сам он такой «Ты что, пойдешь на заправку?» Ну, типа, что это прям вообще ужас, как можно там что-то покупать на заправке. Вот. И, соответственно, да. То есть, у них это прям, ну, что-то из ниши. И плюс ко всему там еще дорого. То есть, на заправках в Америке там все дороже, чем в супермаркете. Ну, то есть, это достаточно очевидно, потому что бизнес… Так, как мы знаем, кинотеатры зарабатывают не на продажах билетов, а на попкорне и кока-коле. Так же и заправки. На бензин маржинальная прибыль не очень большая. Плюс она там всегда нормируется, что называется, государством. Там акцизы надо платить, налоги и так далее. То есть, это все тяжело. То есть, просто на продаже бензина зарабатывать – это не очень благодарное дело. Хотя, наверное, кто-нибудь из директоров заправок сейчас… А это прям титул такой – директор заправки. Кто-нибудь из людей, который так или иначе причастен, так сказать, к этому бизнесу, может быть, сейчас поржет, что типа на самом деле там миллионы и как бы это все. Ну, как мне это видится, заправочный бизнес – это не пикник, поэтому зарабатывать именно на бензине просто достаточно сложно. Зарабатывают в том числе на сопутствующих товарах. Поэтому там есть всякие, опять же, всякие бонусные программы с наклейками, что можно там чайники какие-нибудь там безумные, какие-то накладки на руль там получать и так далее. Вот. Кроме всего прочего, там на заправке есть, опять же, ну, на российских. Есть всякие хот-доги там, кофе, Red Bull и прочий бред дороже. Вот в Америке так же. То есть, там на заправках дороже, чем в супермаркетах. Вот. И, собственно, да, от Америки обратно в Россию. Но у нас на заправках с какого-то момента, особенно вот на таких крупных сетевых типа «Газпромнефть» и «Лукойл». Ну, у нас в Челябинской области – это две, наверное, пожалуй, самые такие крупные и самые богатые сети. Вот. На них все прям супер вылизано. Там прям классная атмосфера. То есть, ты заходишь на заправку, и там прям… Ну, не то чтобы ты в какой-то отель там зашел или что-то еще, но там достаточно все на уровне. Там реально вкусная еда. Может быть, даже не самая вредная. Вот. Там чистенько, там красивенько, уютненько. И это здорово, что у нас так стало, потому что, как бы, в принципе, по области я езжу давно уже. Ну, как бы, не только сам за рулем, а вообще. То есть, мы еще в 90-е ездили на всякие озера. Как все знают, что Южный Урал – это озерный край, что называется. Вот. И раньше на заправках было все вообще не так. То есть, там было как бы все прям плохо. А сейчас так уютненько, здорово. И мне это больше напоминает европейские заправки. Ну, то есть, я был и на европейских заправках. Там все время какие-то сувенирчики, кружки с именами, ложки с именами. Там как-то все тоже чистенько, классно. Особенно баварские заправки, если говорить, опять же, о том, что в Германии, в каждой федеративной земле, там вообще своя атмосфера. То есть, вот баварские заправки, они прям, они богатые. Там чуть ли не отели, опять же, там. Особенно те заправки, которые такие крупные, что там еще для Теслы есть заправки. Ну, то есть, под заряжалки. Там прям отель, детские какие-то площадки. Чуть ли не аквапарк. Там заправка – это просто центр жизни вообще. Вокруг нее там оазис, так сказать. Американские заправки, конечно, это что-то такое. Более такое. Хотя, ну, наверняка в Калифорнии красивые заправки. Там тоже все чистенько и здорово. Но вот мы на Аляске были. Там заправки – это все-таки такое. Что-то деревенское такое, непонятное и олдскульное. По крайней мере, так было 8 лет назад. Я не знаю, за 8 лет что-то существенно изменилось или нет. Что-то мне подсказывает, что не очень. Вот. И вот мы как раз были на «Газпромнефти». Там поели, попили. Ну, реально, мы почти уже доехали до дома. Но нам надо было заправиться. И как бы мы подумали, ну, давайте перекусим тут как бы. И будет прикольно. Вот. И было реально прикольно. То есть, там такая атмосфера, какое-то радио. Ну, мы еще волей-неволей пришлось, так сказать, подслушать разговоры людей, которые работают на заправке. А это, напоминаю, это трасса. То есть, они, скорее всего, живут не в Челябинске. Они живут в каком-то там селе рядом, которое находится там деревне, там маленьком городе и так далее. Вот. И у них там какие-то тоже свои проблемы. Они там работают по 12, по 14 часов. У них там смены долгие. Они там что-то ругаются между... Ну, как-то такая своя отдельная жизнь. И мы такие сидим. А там красивая плитка все выложено, такой цветастый. То есть, в принципе, атмосфера достаточно прикольная. Вот. И тут какая-то жизнь кипит. И я прям словил какое-то такое отдельное удовольствие. Это даже было классно как-то. Так что вот так. Так. Дальше у меня еще здесь две темы именно по вкусовщине. И, в принципе, будем закругляться. Уже час я в эфире. Вот. Поэтому. Я, кстати, даже не уверен, что у меня есть видео-футаджи на час. То есть, мне кажется, я когда записывал последнюю езду на машине, я забил полную карточку 64 гига. Вот. И мне кажется, что там часа полтора только получилось. Ну, посмотрим, в общем. Посмотрим. Следующая тема про книги. Вообще, мне кажется, сейчас мало людей читают книги. И из-за того, что книги как средства передачи информации, в принципе, немножечко отходят на второй план. Вот в тот момент, когда что-то начинает отходить на второй план, вот у этой сущности, так скажем, у нее происходит агония. То есть, вот, например, уходит телевидение на второй план, там агония просто конкретная. То есть, вот посмотрите вообще, что у Малышева там в передаче происходит. Они, пытаясь, так сказать, хоть какое-то зрительское внимание заработать, делают какую-то невероятную дичь вообще. И вот, то есть, то же самое там с газетами. То есть, там в газетах какие-то сенсации, какая-то хренотень. И так, ну, видишь это и думаешь, блин, ребят, ну, серьезно, камон. Ну, как бы уходить надо. Если уже уходить, то уходите уже, ну, там, по-человечески просто закройтесь. И все, не надо вот этих предсмертных агоний. Они всегда страшны и неприятны. Вот то же самое с книжной отраслью. То есть, вот эти все красивые книжки, которые там уже, типа, инстаграм-блогеры пишут эти книжки. Вот. Наверняка там есть какая-то даже доля истины, ненормальные и так далее. Но в них в большинстве просто красивые обложки, какая-то странная информация, абсолютно псевдонаучная, далека от истины. Вот. И она, конечно, не скучная, она прикольная. Это интересно читать, интересно в это все верить. Вот. Но это как ролики на Ютьюбе, там, разоблачение Сталина или, там, я не знаю, там, шок-контент про СССР или про что-то еще там. Порой такие фантазии встречаются, что невольно вспоминаешь, что если просто банально ходить в школу, там, или в институт, или прочитать просто пособие, там, по истории России для поступающих в вузы на исторический факультет, то на самом деле история, она все очень была прозаичная, такая достаточно скучная и интересная. И, ну, самое главное, прозаичная. То есть всякие заговоры и так далее, это все, в любом случае, любой заговор под себе подразумевает, что тот, кто устраивает этот заговор, что называется, он сильно умнее того, против кого этот заговор. Ну, то есть, если бы это были заговоры рептилоидов, например, или, там, инопланетян, я реально, я верю, что там есть какой-то, там, тайная дипломатия, злой умысел и так далее. Но когда речь идет про обычных людей, ну, камон, то есть это, если, как обычные люди могут быть умнее всех остальных обычных людей, это же просто люди. Ну, то есть, понятно, что есть люди, которые там в чем-то одаренные, в чем-то умные и так далее, но так, чтобы там несколько таких подобралось и устроило какой-то заговор, там, какое-то тайное правительство и так далее, это обычно это просто именно какое-то коллективное помешательство, вот такой бред, который витает в воздухе и так далее. Поэтому, когда говорят о каких-то, там, агентах, тайной дипломатии и так далее, там, по поводу нашей революции, там, 17-го года, это все, конечно, здорово, весело, вот, но в реальности все, скорее всего, было сильно скучнее, проще и, как бы, и обыденнее. Поэтому, да, и вот то же самое вот про нынешние книги, то есть они в вагоне, чтобы что-то как-то все еще, ну, заработать денег, издательство публикует такую откровенную дичь, что даже как-то страшно становится, что, не дай бог, кто-то это все-таки прочитает. Так вот, мы с чуваками, чтобы, ну, опять же, с Саней и с Никитой, чтобы каким-то образом это все переломить этот ход событий, мы решили на Новый год друг другу подарить книги. То есть обычно мы дарили игры в Стиме, вот, но поскольку времени долго играть сейчас особо нету ни у кого, то решили подарить книги. Теперь читать ни у кого особо времени не будет, но тем не менее, вот, причем мы это делали, естественно, по заказу, то есть мы просто пришли втроем и скинулись каждому, так сказать, по, там, по несколько книжек купили, вот. Вот, и я попросил меня взять просто русской классики пьесы, я очень люблю пьесы, это мой любимый жанр литературы, вот. И я попросил там Островского, Грибоедова и Фанвизина, да, то есть там две книги, по-моему, Островского, одна Грибоедова, одна Фанвизина. Как-то так это было. Я реально люблю русскую классику, тем более, вот, классику русской драматургии и комедии. Это круто, это здорово, и вот буду их обязательно читать. То есть мы, на самом деле, друг с другом, так сказать, ну, не то, чтобы поспорили, мы замотивировали друг друга, что нужно прочитать в феврале, вот. Но за февраль, видимо, уже, ну, никто не успел. Ну, хотя ребята-то даже и начали свои книги читать, я не очень, я по VUGS, опять же, начал книгу читать, ну, то есть, даже там до середины уже дочитал, вот, поэтому, не знаю, дойдут ли у меня руки в марте, например, до этих книг. Хотя, опять же, это вопрос просто организации времени и желания. Так-то я их все читал, просто хочу перечитать, вот, можно по главе просто по одной в день читать, и уже, в принципе, можно будет успеть и так далее. Я просто хотел, так сказать, вас держать в курсе того, что ваш покорный слуга еще читает какие-то книги, вообще считает, что чтение — это классно, вот, и считает, что классика — это классно. То есть мы, никто из нас не попросил каких-то там именно новомодных, интересных книг от инстаграм-блогеров популярных. Мы по классике вдарили, то есть там Саньку мы подарили там заводной апельсин, может быть, Орвелла что-то, я не помню точно. Вот, поэтому Никите мы там тоже всяких англичан подарили там, типа, дживс-дживс и так далее и тому подобное. Поэтому, да, то есть это так или иначе что-то классическое, то есть это не какие-то там современные беспонтовые книжки, поэтому буду держать в курсе, как прочту, так сказать. Вот, и что потом еще буду читать. Кстати, недавно купил новую книжку Савельева, вышла, опять же, про мозги, называется «Морфология сознания», первый том. Вот, тоже дойдут до нее руки обязательно, я еще, правда, предыдущий церебральный сортинг не дочитал. Вот, но так или иначе, я думаю, что в какой-то момент у меня немножко поуляжется все на каких-то там рабочих моментах и так далее, и я смогу дальше спокойно жить жизни живущего, что называется, не так сильно, чтобы меня это выбивало из колеи, столько там сил отнимало, поэтому будет время и на какие-то там свои хобби, увлечения и так далее, там музыкой опять заняться, наконец-то, полноценно. Я, конечно, сейчас вот на это я нашел таки время, я периодически там, мне жена подарила новые комплекты струнной гитары, вот, и я периодически сижу, балакка, что-то подбираю, там старое что-то играю. Это круто, это правда, это там стресс как-то даже снимает, и вообще это интересно, поэтому надеюсь на чтение тоже это время смогу найти. Вот, кстати, я плавно и перетекаю, так сказать, в тему про музыку. Я здесь часто говорил вообще про музыку, про то, что я слушаю, и вот я хотел буквально тут несколько релизов, которые я за последнее время послушаю, это, естественно, не все, что я за эти полтора года прослушал, это вот за ближайшие пару месяцев то, что я слушаю, просто расскажу. Вот, это я намеренно это в конец поставил, потому что про музыку, наверное, меньше всего людям интересно, что я там слушаю. Все слушают свое просто, и вообще я мало знаю людей, которые готовы на полном серьезе там послушать что-то, что им посоветовали, и типа такие, о, ну слушай, прикольно. Мне кажется, практически никто так не делает, все просто слушают, что слушали, и все, как бы, вот. Ну, может быть, нет, то есть это всякое бывает. Кстати, напишите в комментариях, вообще что-то вы слушаете именно по советам каким-то или нет, и может послушаете ли вы что-то из того, что я вам сегодня посоветую. Первое, я, значит, сейчас себя представляю героем передачи News Blog Weekly, была на MTV такая передача, и там приходили артисты известные, и они брали набор пластинок, которые вышли за эту неделю или там за этот месяц, я не помню, как часто эта рубрика была, и обсуждали их, они их слушали и обсуждали. Так вот, у меня сейчас сегодня пять пластинок, так сказать, тоже здесь есть, которые я бы хотел обсудить. Ну, во-первых, даже не столько пластинок, а в том числе там и явлений. Первое, это у одной из моих любимых групп Children of Bodden финских, которые играют в жанре Melodic Dead Metal, у них вышел новый альбом, и он очень крутой. То есть в альбоме, я сейчас скажу вам, 11 треков, из них 5 у меня уже стопудово в Apple Music стоят с сердечками. То есть 5 из них, это прям 9 или 10 из 10. Очень хорошие, достойные треки. Вот, в том числе, блин, я причем еще и не делюкс-версию слушал. Оказывается, есть еще делюкс-версия, в котором есть парочка лайвок с предыдущего. Это круто, надо будет послушать делюкс-версию тоже. Так вот, Children of Bodden, очень их люблю, мне нравится то, что они сделали в этот раз. Вот, хотя мне и предыдущий их альбом нравился, но у них вообще, в принципе, альбомы делятся на бодрые и не бодрые. И не в плане там, как, знаете, говорят, бодро, нормально, а именно в плане того, что по мажорности, так сказать, и минорности. То есть этот альбом, он прям мажорный такой, хороший, веселый, если можно так сказать, про дед метал. Вот, ну вот, например, альбом, который был у них в 2011 году, один из моих тоже очень любимых. Прям вот в 2011 они классно сделали. Релентлесс, Реклесс, Форевер называется. Вот, после него был I Worship Chaos в 2015-м, а перед ним был Halo of Blood. Вот Halo of Blood очень минорный, мрачный альбом. То есть, на самом деле, ну, он много кому понравился, кто любил их начальное творчество в 90-х. Мне он меньше понравился, то есть он именно такой прям дед-дед. Вот, а I Worship Chaos и Relentless, Reckless Forever, они как бы тоже дед, но они мажорные, и они, в принципе, такие как-то более, что ли, жизнеутверждающие. Опять же, это достаточно странно звучит, да, про дед метал, но, тем не менее, это правда. Вот и Hexed, который последний у них вышел в этот альбом, он вообще крутой. То есть там прям несколько треков вообще суперские. Кому нравятся бодрые Children of Bodom, там, времён Are You Dead Yet и так далее, вот здесь, вот прям в этом духе. То есть это уже не Hate Breeder или там не Follow the Reaper, это второй и третий альбом, соответственно. То есть те были прям вообще мрачные, дед метал. А это уже вот Are You Dead Yet и Blood Drunk, это четвёртый и пятый альбом, соответственно. Нет, пятый и шестой. Там ещё был Hate Crew Dead Roll, вот, но неважно. Короче говоря, Children of Bodom порадовали, и это круто. Кроме всего прочего, послушал новый альбом The Matrix. The Matrix — это группа Глеба Самойлова, который один из основателей Агаты Кристи, вместе со своим братом Вадиком Самойловым. Вот у Глеба Самойлова группа The Matrix. Они когда распались с Агатой Кристи, вот он прям с 2010 года начали они с The Matrix делать какой-то контент. Вот. И у них вот вышел новый альбом, называется Здравствуй. Блин, это очень сильно действие здесь. Мне так понравился этот альбом. Он крайне мрачный, то есть он прям такой упадочно мрачный. Но настолько здесь другие аранжировки. Ну то есть, как вам сказать, по сравнению с первым альбомом The Matrix здесь хотя бы есть аранжировки. Потому что первый и второй альбом, они такие достаточно, как бы вам сказать, то есть они трэшовые именно в хорошем смысле. То есть там как бы, ну, бред-бредом, но прикольно. То есть тоже здоровски было и так далее. А здесь прям очень художественно и очень-очень красивые аранжировки. Они попробовали с электроникой поэкспериментировать. Причем, на мой взгляд, крайне успешно. Вот. И такой, и тексты взрослые какие-то такие литературные. То есть уже не просто там мат на мать и так далее. Ну там не было никогда просто мат на мать, я сейчас утрировал. Вот. Но здесь прям красиво так, театрально, классно. И вообще, мне очень понравился альбом Здравствуй. Сейчас я посмотрю, сколько у меня там, опять же, сердечек на весь альбом. Там, по-моему, даже и больше. То есть у Children of Wodham было 5 из 11, то есть там, ну, 45 процентов. А сейчас я посмотрю именно здесь у Matrix Здравствуй. Вот я его открываю. И здесь 4, здесь 6, 6 из 15. Ну, на самом деле, процент тоже такой, не очень большой. Но я бы, может быть, сейчас уже и больше сердечек поставил. То есть я его слушал на репите раз, наверное, 15, посмотрел. Несколько лайв-записей этого альбома просто с концертов. Посмотрел несколько приходов Глеба и команды в разные передачи на YouTube. Любите, вот там, воздух на нашем радио. У них эфир выходит на YouTube в том числе. Очень круто, очень здорово. Я прям вообще, я был крайне приятно удивлен. Это причем альбом 2017 года, но я его вот послушал только сейчас. То есть это не то, что это прям навьё-навьё. Вот. До меня только сейчас просто как-то это доехало. И я, на самом деле, даже и очень сильно рад, что сейчас наконец-то доехал. Дальше идёт альбом коллектива Naive. Называется Make Naive Great Again. То есть это 2018 год, насколько я помню. Сейчас точно посмотрю. Да, это 2018 год. Здесь 11 треков и из 11 треков 6 сердечек. То есть здесь уже больше 50%. Я никогда до этого особо не знакомился с творчеством группы Naive. Я знал несколько там хитов, типа Суперзвезда. Вот. Но я именно близко с творчеством никогда особо не знакомился. Не знаю даже почему. То есть, ну я слышал, что там прям true панк-рокеры говорят, что Naive — это не панк. True просто рокеры говорят, что да чё, Naive — это панк, чё их как бы слушать. Но они при этом всё равно достаточно популярны. То есть все знают такую группу, наверное, все слышали. Может быть, не все, так сказать, слушали и там напоют что-то сходу. Но все знают, что такая группа есть. Вот. И тут они решили в 2017 году выпустить новый альбом. Я не знаю, какой у них там был большой или небольшой перерыв. В 2015 у них был альбом ещё. А до него, я насколько понимаю, у них там 9 лет перерыв примерно был. То есть такое достаточно долгий у них, долгий был перерыв. И тут получилось очень бодро. То есть я признаюсь честно, я решил плотнее ознакомиться с творчеством группы после того, как Александра Иванова Чачу позвал Дудь к себе в передачу. И у него было там интервью. Мне понравилось, как он говорил, что он говорил, там, за исключением некоторых вещей. И я думаю, почему бы не знакомиться с творчеством. И вот послушаю этот последний альбом, тоже посмотрел несколько, на репите тоже его там раз 10, 12, 15 послушаю этот альбом. Может быть, да хотя этот может быть даже и 20. Ну реально, работаешь, и он просто идёт хренача там подряд. Даже не замечаешь, он же, сколько этот альбом, не знаю, там, минут 40, наверное, всего. То есть как бы не сильно даже и долго получается. Так вот, слушаешь, слушаешь, и 35 минут всего. Треки-то не очень длинные. То есть как бы столько его послушать даже и не сложно. Так вот, и посмотрел тоже несколько передач, опять же, там, воздух, соль, или там какие-то ещё, где именно они приезжали уже вот с этим репертуаром. И, во-первых, весело. Во-вторых, достаточно остро-социально. То есть, но не так остро-социально, чтобы прям скатиться в какое-то именно говно. То есть тут есть трек, например, «День ВДВ», который высмеивает десантников и то, что происходит на «День ВДВ». А есть некоторые люди, которые ВДВшники, они даже не очень понимают, что это сарказм. Они просто его слушают, им прикольно. Поэтому тут как бы, да, такое двусмысленное хрена. Очень весёлые треки, очень прикольные. И несмотря на то, что там сам Александр Иванов, ну, как бы его вокальные, так сказать, данные вызывают вопросы иногда. Но, блин, его подача так весело, это всё классно и прикольно, что понятно, что как бы он, ну, наверное, не супергениальный певец. То есть у него там когда-то что-то больше как разговор слушается. Но, блин, то, как искренне он это делает и то, как весело и задорно, я прям советую прям солнечным днём послушать этот альбом. Вот. У меня даже бате пара треков понравилось, хотя, в принципе, он такой жанр даже не любит. То есть, а я ему скидывал, он послушал сначала, говорит, «Да что ты мне это скидываешь? Я же такой как бы не очень». Вот. А потом в итоге всё-таки, ну, в принципе, да, прикольно, да, да. Вот. То есть прям особо, особенно трек «Телега». Прям трек «Телега» — это круто. Ну, так же, как и трек «Вовочка» и «Трамп Гоуэй». Вообще, блин, ну, я не буду ж какие-то отдельные выделять, хотя хуже выделил третий, четвёртый, пятый треки, соответственно. Весёлый альбом, классный, мне понравилось. Очень-очень здорово. Так, пошли дальше. Дальше у нас... Я вот для себя не знал, что есть такая группа «Луна». Точнее как, я знал, что она есть. Вот. Но, опять же, как с наивом. Я как бы знал, что она есть, но не слушал подробно и не вникал вообще, что там как. Послушал их, послушал их хиты, послушал их последний альбом, называется «Полюса». Опять же, посмотрел пару лайвок, «Полюса» классный. То есть, там, конечно, у меня порядка четырёх сердечек на весь альбом. Вот. И послушал я его, может быть, раз пять. Вот. Но это ни в коем случае не значит, что они там хуже или нет. Просто, во-первых, я их позже чуть-чуть послушал. Во-вторых, по лирике, наверное, по текстам, у меня это меньше отголосок нашло во мне. Хотя, в принципе, тоже достаточно остросоциально и круто получилось. Вот. И главное, тоже очень бодро. То есть, это такая бодрая альтернатива прям. Хотя, наверное, кто-то скажет, что это не альтернатива. Я никогда в этих сильно таких жанровых спорах не любил участвовать, потому что это прям сильно надо как-то разбираться. И при этом всё равно это, на мой взгляд, субъективно. Вот. Поэтому музыка бодрая, классная. Некоторые треки, как непосредственно сам Полюса, заглавный трек альбома и трек искусства, они вообще стопудовые 10 из 10. Очень здоровски. Вот. Вспомнил, опять же, их нетленный хит 1-9-8-4. Тоже, опять же, в условиях того, что сейчас у нас происходит в обществе, в стране. Очень актуальный. Вот. У них также в 2018 году вышел альбом Panopticon, второй их англоязычный альбом. У них есть какой-то знакомый, который адаптирует их треки под английский язык. То есть, они текст переделывают и поют его по-английски. Вот. И получилось тоже очень здорово. Прямо если бы я не знал, что это российский коллектив, я бы подумал, что это реально именно англоязычные какие-то группы. Англоязычная какая-то группа, какие-то треки поют. Очень на уровне, очень здорово. Его тоже можете послушать. Особенно, если вы знакомы уже с их творчеством. Услышать ремейки некоторых песен на английском было прям приятно и интересно. Тем более, что тут адаптации именно прям художественные. То есть, не то чтобы тупо дословные, а именно вот их этот знакомый, я тоже интервью слушал, он адаптировал строго те песни, которые он понимал, что можно будет красиво адаптировать, и это будет здорово. То есть, делать лишь бы делать, это не про этот коллектив и не про эти альбомы. Потом, если говорить о какой-то альтернативе, то дальше у группы Slot вышел альбом в 2017 году, называется 200 киловатт. Вот. И у меня здесь где-то 6 треков, 6 сердечек из 12, то есть, ровно половина. Вот. И некоторые треки просто космические, типа «Кукушка», там типа «На Марс» или «Сколько денег», опять же. Вот. Они прям 9, 10 из 10. Здесь ребята тоже поэкспериментировали именно с электроникой, и они это назвали здесь «Dance Core». Я не знаю, они это назвали или музыкальные критики это так назвали, но вот тут даже в Apple Music написано «Dance Core». Вот. Звучание очень здоровское. То есть, прям вообще. То есть, я до этого слышал такой коллектив «Beyond All Recognition». Вот. И это тоже «Dance Core», но там именно очень жесткая смесь дабстепа с каким-то металл-кором. Вот. Ну, хоть тут получается тоже «Dance Core». Не знаю. Вот. У них там пара альбомов у «Beyond All Recognition» вышла, и они, в принципе, были такие малопопулярные. Вот. Но, как бы, тем не менее. Мне тогда уже это звучание понравилось. Вот здесь у слота было что-то подобное, только еще и с русским вокалом, так сказать, на злобу дня. Поэтому мне очень-очень круто заехало. Вот. Я, причем, опять же, с творческой группы слот не сильно был до этого знаком. Опять же, я знал, что она есть, я знал, что это очень старая группа, что у них так как бы целая история и так далее. Вот. Но альбом 200 киловатт прям стоит того, чтобы послушать, потому что он, опять же, он, во-первых, он злободневный, вот, а во-вторых, он реально с интересным звучанием. Он настолько плотный и такой прям мясистый, что мне очень сильно понравилось. И последнее, о чем я хотел рассказать, это новый, ну, новый, опять же, последний альбом к Lights канадской певице. Называется он Skin and Earth. Он вышел еще в семнадцатом году. Я только сейчас дошли руки его послушать. Всего две песни мне понравились, именно чтобы прям я поставил сердечко и десять, девять и десять из десяти. Вот. Это четвертый и пятый трек, трек Savage, тот, на который вышел клип, и трек New Fears, который тоже там, ну, как бы, он такой достаточно известный. Вот. Но я пока пару раз всего послушаю этот альбом. Мне нужно больше времени, чтобы его расчухать, распробовать. И причем обычно я творчество Lights крайне, ну, как бы, я сразу слушаю, как оно выходит. Тут что-то как-то пошло не так и мимо меня прошло. Вот. Но на самом деле альбом классный. Если говорить вообще о всем ее творчестве, мой любимый альбом был Siberia. Вот. Там реально было много интересной электроники. Красивой, классной, интересной, здоровской. Вот. Little Machines, который был после этого, тоже крутой. Midnight Machines – это акустическая версия. Ну, даже не акустическая, как это такая спокойная версия Little Machines. Тоже здорово. Вот. Сибирия прям топ. То есть прям это ее лучший альбом, на мой взгляд, даже до сих пор. Хотя, ну, как бы слышно, что она выросла и как исполнитель, и как композитор и вообще. Вот. Но да. То есть посмотрим. Я еще буду слушать, послушаю, в ник, но вот. Но, в принципе, тоже интересная пластинка, которую я бы порекомендовал ознакомиться для тех, кто любит Electronic Pop. То есть это что-то типа Electronic Pop. Вот. Это да, это все про музыку было. Шесть явлений, мне кажется, у меня сейчас получилось вам озвучить. Пишите в комментариях, что думаете по поводу такой музыки. Будете ли что-то слушать? Может быть, что-то слышали, тоже вам нравится там или как-то еще. Вот. И последний такой эпиграф – это тема про кино. Во-первых, сильно жду новый фильм Тарантино «Девятый однажды в Америке». Вот как раз должен там трейлер выйти. Я не знаю, вышел или не вышел. Постер вышел, по-моему, сегодня или вчера, когда это уже было. Сейчас скажу точно. Вчера. Вчера вышел постер. Должен выйти трейлер скоро или тоже уже вышел. Я просто еще не видел. Очень жду этот фильм. Люблю Тарантино, мой любимый режиссер, поэтому с замиранием сердца, что называется, жду. Вот. А посмотрел. В этом году, мне кажется, только один фильм еще посмотрел. «Алита. Боевой ангел». Вот. И фильм 9 из 10. То есть, несмотря на то, что он по мотивам манги, а я как бы вообще такой, ну не очень. Вот. Получилось классно. Во-первых, Роберт Родригес снимал. Но это уже интересно само по себе. Особенно учитывая, что он снимал до этого «Дети шпионов». Это тоже такой какой-то детский такой боевичок. Вот. Во-вторых, Кэмерон участвовал в этом. И, в принципе, Кэмерон давно хотел это снять. То есть, это там разговоры-то очень давно шли про этот проект. Простите. Так вот. И это, конечно, очень-очень интересно и здорово. Кроме этого, интересный сюжет. Вот. И многие ругали этот фильм за то, что это заведомый приквел. Ну, то есть, типа, весь первый фильм ты понимаешь, что будет вторая часть. Я считаю, что он все равно целостен. И даже если второй части не будет, у него такой открыто прикольный финал. И мне понравилось. То есть, я прям... Я кайфанул. И саспенс прикольный был. И герои интересно раскрываются. И динамика классная. И там эффекты какие-то. Что-то. В общем, все прям четко сделано. То есть, минус балл я только снял. Ну, то есть, я же сказал, что 9 из 10 вместо 10 из 10. Только за то, что он какой-то нарочито феминистический. Ну, то есть, из-за того, что главный герой дама. Из-за того, что это боевая дама. Вот. Я какие-то такие уловил небольшие нотки. Мне не очень понравилось. Я не фанат всех этих движений Me Too и прочих, так сказать, современно-западных этих трендов. Меня не сильно близки. Вот. Поэтому я за это снял балл. Но всего балл. Как бы. То есть, это действительно очень хорошее кино. Но вот. Советую обязательно всем посмотреть. Пух. В общем, вот, да. Вся моя верстка закончилась на сегодня. Все, что запланировал рассказать, рассказал. Очень сильно. Прям. Мне не терпится скорее. Я вот уже завтра сяду за монтаж. Не терпится скорее смонтировать и вам выложить, показать. Получить обратную связь. Ну, правда. То есть, мне прям хочется, чтобы что-то как-то услышать. Что вы думаете по этому поводу. Этот подкаст намного... Ну, то есть, от записи сурового веба я, в принципе, получаю удовольствие просто по факту. Потому что мы с Никитой болтаем о каких-то темах. Мы их реально друг с другом обсуждаем. Почему вообще... Ну, там нам часто пишут, там, ребята, блин, вы такие искренние. Мы искренние, потому что мы просто друг с другом обсуждаем темы. То есть, ну, серьезно. Вот. А вот этот подкаст «Беседы на диване», он все равно больше относится именно к зрителеориентированному какому-то контенту. Потому что, ну, и самому с собой что-то обсуждать. Нет, я, конечно, может быть такой, что называется, самовлюбленный в чем-то могу быть. Но получать на полном серьезе кайф просто от того, что ты сидишь и сам с собой что-то обсуждаешь, это уже за грани, реально. Поэтому здесь, конечно, хочется слышать от вас все больше и больше обратной связи. Ну, как бы, чтобы видеть отдачу. Потому что в противном случае, конечно, это не так интересно делать. Поэтому обязательно пишите все в комментариях, подписывайтесь везде. Есть у меня теперь канал в Телеграме, называется «Эхо вебсайне». Там я пишу какие-то, ну, новости, не новости, опять же, что меня тронуло, что меня задело и так далее. Вот. Можете на него подписаться, на меня в Инстаграме можете подписаться тоже вебсайне. Я постараюсь максимально ссылки всякие в описании положить, чтобы это видеть, чтобы вы могли просто по ним перейти, посмотреть и так далее. Так что вот так вот. Жду, жду вашей обратной связи. Спасибо всем, что дослушали до конца. Увидимся, услышимся уже на просторах интернета. Кстати, на этой неделе я стримить планирую тоже без Никиты. Ну, то есть Никиты нету еще, он еще не приехал в Россию. Поэтому стримить с ним в любом случае не получится. Но я думаю, что это время не пропадет просто так. И я постримлю один что-нибудь там. Например, Pillars of Eternity. В прошлый раз были герои. В этот раз на очереди Pillars of Eternity. Постримлю их. Мне как бы тоже это нравится. Это прикольно. Поэтому, может быть, правда, этот подкаст выйдет уже после стрима. Может быть, я на характере завтра его весь смонтирую, и он будет завтра. Не знаю, посмотрим, как получится. В общем, всем спасибо. Увидимся, услышимся. Пока.